Вот это все. Все, что у меня осталось от проезда. Вместо широкого проезда теперь только узкая тропа, меньше чем в полметра. По ней и пройти трудно, а вот машинам к дому точно никак не подобраться. Виной всему считает жительница дома соседний участок, который за считанные месяцы вырос там, где раньше был проезд. Теперь застройщик нового дома планирует еще и огородить свою территорию. Он говорит, я поставлю огромный забор, вот, и вы у меня летать будете. Летать я согласна, ну мы как-то пройдем. Ну а синизаторская машина, говорю, еще скорая пожарка. Когда в 2005-м, рассказывает женщина, покупала этот участок, вокруг был пустырь. Но дома постепенно строили, а по этой территории продолжали проезжать машины. Жительница ссылается на план участка от Краевого управления Роснедвижимости. Третья, четвертая точка – проезд земле общего пользования. Мы вот в этих точках и поставили гараж, чтобы не было вопросов. Но вопросов со временем стало только больше. Например, как выехать из своего же гаража, когда через пару метров начинается чужая территория, которую хотят к тому же забором огородить. Дарить свою землю соседи друг другу не собираются. А на воротах гаража с тех пор появилась фамилия застройщика, которая отпугивает покупателей нового дома. К слову, сам Кокарев свою защиту заявляет, что проезд, собственно, никогда проездом и не был. План участка от Краевого управления Роснедвижимости вообще документом не является, а участок приобрел законным образом. Там есть рядом территория, другой смежный, другой смежный земельный участок есть. И, в общем-то, на сегодняшний день у нее есть не только ее там полтора метра, да, для того, чтобы двигаться, проходить и ездить. То есть доступ открыт. Никто ей пользованию не препятствует. Иными словами, сторона застройщика предлагает Калининой обустроить подъезд к дому со сдвигом влево. То есть через другой, тоже чужой участок. Так речь заходит о серветуте. К слову, суд постановил, что подъехать к дому Калинина может и с обратной его стороны. Снова через чужие участки. Ну а куда я попрошу? У этих плодовые деревья растут, у этих теплица стоит и сарайка. Ну их же тоже, я все понимаю. Ну, тем более, у меня никогда здесь, а куда я буду идти-то? У меня ни входа, ни выхода. Женщина опять подала иск в суд, но уже в адрес Росреестра. Кадастровый инженер, по словам жительницы, обязан был отметить на земельном плане доступ к ее участку при постановке его на кадастровый учет. А Росреестр, в свою очередь, проверить документы. Чем же закончится дело, пока неизвестно. Не исключено, что к участку в скором времени действительно можно будет только подлететь. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком.